всем привет всем здравствуйте меня зовут елена и я рада приветствовать вас своей рабочей обстановке на канале посвященном вязанию и как вы поняли сегодня речь по ней конечно же пойдет тоже вязание тем более что нам есть о чем поговорить потому что предстоит вязание сезон до наступает осень и это самое любимое самое активное время для вязания близким друзьям родственникам для себя любимых в общем-то все любители вязания конечно сейчас активизируется ну а также конечно это благодатное время для тех кто специализируется на вязание для тех у кого это часть их профессиональной жизни вот я отношусь как раз к числу таких людей и предстоящий сентябрь будет очень активным потому что это будут выставки это будут ярмарки это будут маркетинг возможно пока под знаком вопроса и в общем то конечно я очень надеюсь на то что все труды которые были проделаны первую половину года они будут не напрасными за прошлые две недели было связано честно сказать не так уж и много был связан кардиган 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 очень такой интересный с одной стороны с другой стороны я вас не удивлю потому что эту модель вы уже конечно видели на моем канале традиционный диагональный кардиган но есть такая у меня интересная особенность я если мне нравится какая-то модель и я понимаю что она тоже получает отклик у людей у зрителей у вас либо у моих клиентов и покупателей заказчиков то вы знаете вот не могу я с ней расстаться ни в коем случае не отношусь числу тех вязальщиц кто вяжет только одну работу только одну вещь и больше к этой модели не возвращается нет я готова вязать хоть 100 штук 1 одинаковых однообразных моделей и каждый раз получать удовольствие и каждый раз что-то там придумывает новое каким-то образом пытаться усовершенствовать уже казалось бы отработанную отлаженную модель кстати любопытная любопытная фраза была у одного из моих любимых блогеров екатерина возгалева это блогер визуально нет даже не так рукодельный блогер потому что там на канале есть тема вязание есть тема вышивки есть очень интересные глубокие думчивые размышления ну человек содержательный это видно сразу поэтому я и предпочитаю смотреть таких блогеров и вот екатерина как-то однажды в одном своем видео сказала что у вязальщиц порой случаются такие интересные пограничные моменты когда из творчества из такого знаете вдохновенного полета вдруг это перерастает в ремесло и она права я с ней соглашусь на сто процентов потому что то о чем я сегодня вам буду рассказывать это именно образцы моего ремесла да то есть это те образцы которые уже связаны многократно неоднократно повторялись да то есть это клоуны 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 которые конкретно я выпускаю не дизайнчицей из моего ателье пять человек вяжет на секундочку я говорю только о тех работах которые вижу я кстати очень важная пометка потому что ну бывают комментарии на канале я показываю только те работы которые вижу самостоятельно либо работы которые вяжет моя мама но всегда естественно видео об этом сказано даже что сегодня мы говорим о работе которую связала моя мама таких вещей на канале довольно много изделий вот модели разрабатываются модели отвязываются модели тестируются на ярмарках на выставках в инстаграме на ярмарке мастеров на сайте и когда я вижу что она постребована она интерес вызывает вот тогда уже она отправляется в отвяз к вязальщицам и конечно тогда мы уже ведем на выставку то есть вот схема очень простая на самом деле я ничего не утаиваю вот как вот я вот я рассказал вам как я работаю по какому принципу я работаю ну так что вернемся все-таки диагональному кардигану его особенность заключается в том что он не из кауни наконец-то наконец-то если зал впервые не из кауни и не из дундаги то есть он совершенно не шерстяной это интересная пряжа она турецкая сразу скажу это получился очень и очень бюджетный вариант и и уж прошу прощения заранее что показываю вам в недоделанном таком состоянии видите нитки везде торчат видите вот еще вор даже не пришит ну видно да что изделие совершенно черновое не постирана разумеется поэтому пожалуйста не пугайтесь что ну так вот непрезентабельно выглядит конечно я все это приведу в порядок но мне очень захотелось посмотреть как эта модель будет смотреться в неплотной нежесткой пряжи которая дает форму держит форму а это как раз речь о кауни и дундаги да мне хотелось посмотреть что будет если я свяжу эту модель из мягкой пряжи покладистый податливый но собственно виновница от этих красивых пастельных диагональных линий на кардигане вот она эта пряжа я думаю что узнаваемая вы догадались даже можно не называть да вот она вот да 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 чудесная расцветка слов нет то есть турецкий бренд ну то есть вот пожалуйста состав на к это пряжа турецкая точнее бренд турецкий произведено на фабрике в германии что удивительно в турции замечательные фабрики мне кстати посчастливилось однажды побывать на такой фабрике где делают шок к сожалению название и не помню это было очень очень давно это было недалеко от из мира вот у меня сколько этой пряжи разные расцветки очень разные 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 можно намудрить из такой пряжи безусловную красоту но учитывая естественно состав да то есть те из вас кто не очень благосклонно относятся к такому преобладающему количеству акрила в составе конечно да придется искать какой-то аналог но в части расцветок турки молодцы вот эта пряжа это еще не законченная работа обязательно будут довязаны рукава и рукава будут связаны из вот этой вот пряжи любопытная пряжа кстати очень много склонных не отношусь у меня есть изделие из нее связаны это пряжа ольга от семеновской фабрики московской фабрики это полушерсть 50 процентов 60 процентов акрил также ольга есть стопроцентная шерсть там два вида пряжи под таким названием это полушерсть цвет называется жемчужный серый и сразу хочу поблагодарить за эту пряжу магазин очень хороший замечательный магазин очень надежный магазин к слову это важно который называется мир вышивки убеждена на сто процентов и о нем уже конечно слышно потому что магазин популярный и они активно рекламируются в ютюбе у многих блогеров я их в этом очень поддерживаю когда-то давно в январе этого года когда я активно готовилась к завершению сезона к февральской выставке формулы рукоделия именно этот магазин мир вышивки мне очень очень помог он меня выручил потому что они мне предоставили пряжу которая мне была нужна необходимо в том количестве в тех цветах и в тех артикулах которые мне были нужны потому что у меня была куча недовязанных изделий как раз вот этот вот вариант которым я вам говорю да что кардиган у меня не довязан еще нужно связать рукава а пряжа у меня закончилась поэтому сейчас мне предстоит обратиться в магазин мир вышивки и до заказать еще этой пряжи чтобы завершить рукава и кстати если вдруг вы найдете что-то интересное в этом магазине а я уверена что найдете потому что действительно достаточно разнообразный выбор на любой вкус на любой кошелек вы можете воспользоваться скидкой которую магазин вам предоставит если вы назовете промокод добрынина но собственно я оставлю всю информацию внизу под видео почитайте если вы будете делать первый заказ в этом магазине то по промокоду вам сделают десятипроцентную скидку по моему это очень приятный бонус коль уж речь зашла про выставки то я хотела бы сделать еще одно объявление никогда этого не скрывала я рассказывала вам что у меня есть очень приятное знакомство с организаторами одной из самых интересных выставок москвы она называется рус арт стиль и внимание я пообещала организаторам что я вам расскажу об этой выставке и интересный момент если вдруг кто-то из вас так же как и я работать с трикотажем если кто-то из вас хотел бы возможно впервые попробовать свои силы выйти в люди до показать свои работы попробовать свои силы в продажах в общении с клиентами наладить как минимум контакт с клиентами посмотреть спрос на ассортимент ну собственно что я рассказываю вы понимаете да все преимущество работы на выставках то у вас есть еще пока возможность поучаствовать в этой выставке она начнется 12 сентября с 12 по 15 сентября она состоится в москве вамберг плаза это такое интересное арт пространство она не так давно в принципе открылась свои двери и многие сейчас интересные мероприятия там проходят разных совершенно направлений и вот в том числе эта выставка состоится там это находится в районе метро новослободская там буквально пять минут пешком так вот еще пока вот остается до 12 сентября в принципе пол месяца еще пока есть возможность к ним попасть вот поэтому я оставлю все контакты и сайт и ссылку на сайт и ссылку на инстаграм и контакты натальи это главный менеджер который занимается вопросами размещения участников на выставке в общем то я все-таки все это оставлю если вам интересно то спешите торопитесь потому что действительно замечательная возможность что называется прыгнуть в последний вагон но если вы не имеете такой возможности поучаствовать в выставке или если вы не имеете возможность посетить эту выставку то не огорчайтесь конечно же мы с вами обязательно вместе там погуляем я вам обязательно организую экскурсию обязательно там будет на что посмотреть эта выставка действительно интересно знаете у нее есть определенная отличительная черта от других аналогичных выставок она сконцентрирована не на продажах вот мне это очень нравится потому что но есть знаете мероприятия вы приходите вы четко понимаете что это коммерческое действие происходит на большой площадке происходит да все очень творчески все очень интересно разнообразно тематически но это чисто коммерческое действие вот эта выставка интересна тем что там будут показы показы дизайнеров причем дизайнеров не только кустарных а дизайнеров которые действительно отшиваются отвязываются на фабриках там будут всевозможные тематические мастер-классы там будут розыгрыши будет лотерея там будут выступать все коллективы различные творческие огромное огромное разнообразие тематик по участников я смотрела схему керамисты одежда очень большой разнообразный выбор одежды причем из разных стран трикотажники будут там шита одежда будет очень много украшений в общем-то сумки кожгалантерея обувь картины художники то есть творческие направления самые разные там будут представлены как частными мастерами ремесленниками так и коллективами творческими так и огромными производствами типа павлопосадской мануфактуры но я сейчас я не уверена что павлопосад будет там участвовать но я просто привела пример что крупные организации крупные производители тоже участвуют вот в этой выставке вот так что объявление я сделала и надеюсь что те из вас кто как раз находится в поиске те кому это интересно эта информация вот пожалуйста делюсь ну собственно кардиган я вам показала недовязанный недоработанный зато покажу второе изделие которое связала конечно же это тоже ни в коем случае не новинка те чем я вас не удивлю все это вы видели сто раз вот доказательства того что это новая модель они связаны месяц два три 4 5 год назад потому что каждый месяц ну хорошо ладно через каждые два месяца я стабильно показываю палангу это паланга для тех кто не знает для новых зрителей до сих пор когда смотрю на эту модель до сих пор у меня пред глазами восхищенная картина моей поездки в литовский курорт паланга на балтике на балтийском море сосны воздух потрясающий красивые дюны песок потрясающая балтика вот это вот вода такого необыкновенного темного мутного цвета но с мощным с мощнейшей энергетикой в общем все это в совокупности оставил такой неизгладимый неизгладимый след я вернулась домой в москву и у меня родилась вот такая вот идея да конечно идея дырочками она не нова понятно что и на дырочки я не претендую но сочетание расцветка выстраивание вот этой расцветки так чтобы она не прерывалась чтобы она повторялась что слева что справа то есть это не просто берется пряжа и но секционка до разноцветная и гоняются ряды ничего подобного потому что секция может прерваться прерваться на любом участке где хотите тогда будет будут отличия с одной стороны и с другой стороны нет здесь реально по рядам выстраиваются нити то есть идет обрыв нити я подбираю вторую нить и вывязывается следующий разноцветный ряд вот таким образом строится работа да мне она очень нравится это та модель которая нравится многим-многим-многим и я обязательно на выставку повезу как минимум еще две как минимум вот эту вот закончил в руку ну уберу естественно ниточки приведу ее в порядок в этого все как полагается и затем приступлю к вязанию логично раз аналогичной половине но она будет разноцветной там будут другие цвета яркие такие вот карамельные она называется ассортируем для разнообразия ну собственно вот такая работа была проделана за две недели и далее предстоит тоже работа интересная будут береты кстати вот еще один берет такой аналогичный будут береты они поедут на выставку эти береты связаны из кауни пряжа кауни давайте я вам разверну вот это вот девочку вот так вот ко мне лицо к вам затылком чтобы вы смогли рассмотреть как красиво и интересно легла расцветка значит это кауни пряжа кауни связана в одну нить это rose beige расцветка называется здесь белый бежевый и розово-лиловый такой том красивый а вот это знаменитая африка но понятно что берете к маленький и все секции африки сюда не смогли разместиться да то здесь только-только начинается баклажановый цвет а у африки там дальше после баклажанового еще идет вот похожий на вот этот цвет розовый вот ну то есть вот понятно да из синего в зелень причем такую красивую яблочного цвета зелень затем баклажан и затем розовый вот поэтому мне нравится что здесь такое довольно спокойное сочетание поместилось синий зеленый баклажан довольно любопытно планирую связать такие же беретики кстати из другой пряжи не секционки и не стопроцентной шерсти скорее всего посмотрю что-то в турции посмотрю какие-нибудь турецкие может быть а может быть ализа кашмира кстати только понятно несколько нитей я подумаю может быть потому что у меня и она есть не надо будет ничего покупать надо будет подумать из какой пряжи но в любом случае я хотела бы поэкспериментировать и посмотреть как этот узор красивый узор будет смотреться собственно из другой пряжи да я эти берет разумеется тоже поедут на выставку и у меня там такой вопрос девочки если хотите то я могу конечно же конечно же могу сделать мастер-класс на этот берет но я не уверена что вам это интересно потому что потому что берет своеобразный он ажурный не надо этого пугаться кстати вот это вот шерсть стопроцентная даже наличие таких обильных дырочек по всему полотну это совершенно ни о чем не говорит эти дырочки воздух не пропускают потому что теплая шерсть она конечно свое дело делает то есть в этом тоником казалось в билетике действительно очень тепло проверено этот берет я носила это мой перед он на выставку не едет это мой личный берет я носила его всю прошлую осень и прошлую весну вот а вот этот поедет на выставку и как я сказала будут еще связано логично и поэтому у меня к вам вопрос дорогие мои зрители уважаемые мои зрители если вам интересна такая модель не стандартная необычная я знаю что популярные косы береты с косами жгуты и араны косы а это немножко другое здесь ажур здесь сложное переплетение здесь араны жгуты но здесь довольно сложный такой узор требует внимания сосредоточенности в общем то вязать не так уж и просто это изделие я серьезно когда сама его вижу то сосредоточена по схеме двигаюсь передвигаю линейку чтобы не потерять ряды на узоре на схеме в общем то да если вам это интересно то вы напишите пожалуйста комментариях тогда я буду думать чтобы отснять для вас мастер-класс найти время и отснять для вас мастер-класс и у меня к вам будет встречная просьба прям вот слезная правда дело в том что я больше хотела сделать видео с моделями которые связаны вашими руками по мастер-классам которые вы возможно сошли для себя интересными на моем канале которые вам понравились и вы воспользовались и не связали что-то аналогичное или по мотивам или прямо вот точь-в-точь как у меня ну понятно да я была бы очень признательна если бы вы прислали фотографии поделились со мной потому что ну потому что я очень хотела сделать такое видео парад модели но на данный момент мне прислали свои работы всего лишь для зрительницы да я на вас не обижаюсь честно не обижаюсь правда я все понимаю люди заняты серьезно конечно же на протяжении всего этого времени 5 лет существует мой канал на протяжении всего этого времени конечно же зрители прислали мне фотографии своих работ и диагональные кардиганы и бактусы и платки и паланги эти многочисленные потому что мастер-класс у меня есть на эту палангу конечно но эти фотографии они не всегда ну а понятно что они не предназначены были для публичной демонстрации они в домашних условиях человек возможно не готовился к тому чтобы эта фотография была где-то опубликована и я считаю что просто не имею морального права показывать эти фотографии не согласовав этого с мастерами кто прислал и кто кто связал и прислал эти фотографии вот поэтому вот у меня там такая просьба если вы считаете что я могу воспользоваться вашими фотографиями если вы считаете что все в порядке можно вашу домашнюю обстановку показывать то напишите мне пожалуйста я тогда буду узнать что все я могу имею право в общем-то их использовать но если нет то буду рада если вы поделитесь своими работами фотографии видео как вам удобно как вам угодно на любой мой контакт все мои контакты также указаны внизу под видео в инфобоксе инстаграм контакт одноклассники фейсбук ну почта разумеется в общем я доступна везде буду вам очень признательна тогда я надеюсь у нас получится вот это замечательное видео где мы вместе порадуемся нашим с вами трудам вот это еще не все береты это еще не все мне предстоит еще одна интересная работа такая задумка вот бобинка это бобинка любопытная ее я вам показывала знаете в каком видео там где мы с мамой гуляем по магазину алинда шоу магазин на войковской в москве очень классный замечательно я там накупила огромное количество пряжи просто мешок просто огромный был и одна из этих пряж вот она это сейчас вам скажу понятно итальянская бобинная пряжа new mill 1500 метров на 100 граммов приходится здесь 80 процентов шерсть 20 процентов полиамид цвет зелень болотная производитель чтоб сразу вам ну не умил это собственно я так поняла это и есть производитель магреб называется артикул да больше здесь никаких других надписей я не вижу что из этого будет 1500 метров на 100 граммов понятно что надо вязать как минимум два сложения нити это как минимум до чтобы получилось 750 метров на 100 граммов и тогда я решила что в работу пойдут вот эти вот спицы это кубики нит про два с половиной миллиметра кубики значит в круговом сечении 225 вот вчера вязала образец мне понравилось немножечко свободно но мне понравилось потому что я хочу добиться того чтобы полотно было легкой драпировки то чтобы она вот так вот красиво стелилась по телу чтобы не стояла колом 3 нити попробовала уже жестковато уже немножко не то что это будет это будет пуловер микс у меня такая идея родилась когда я еще вязала кардиган с погоном я тогда уже знала что я свяжу вот эта вещь это будет микс изделие будет вязаться сверху вниз то же самое будет погонщик то есть верхняя вся часть будет вязаться один в один вот как мастер-классе что мы вместе с вами вязали вырез будет квадратный и дальше вниз будет нет ни в обтяжку но и не оверсайз нет ни в весна будет классическое абсолютно классическая свобода облегания для 46-48 размера самый ходовой размер у покупателей кстати ну и собственно какая-то украшалка же должна быть конфетка какая-то да необычная так вот здесь будет тот же самый карманчик накладной который я вам показывал прошлом году я понимаю что конечно много зрителей появилось на канале и конечно вы не имеете возможности пересматривать все видео и быть в курсе всех событий которые происходили так вот скажу что в прошлом году на свою самую-самую первую выставку гран текстиль гран текстиль на тишинке я отвезла модель тоже эта модель моего дизайна я ее придумала я ее разработала мне она пришла в голову и как то вот так вот быстро моментально я эту идею ухватила и связала из пряжи алиса от троицкой фабрики там 50 процентов 60 процентов вискозы довольно любопытная пряжа очень очень интересная во время вязания непослушная и покладистая зато потом когда ее приводишь порядок она просто изумительно себя ведет она прекрасно драпируется она во время вязания колючая после вязания прекрасная очень приятная к телу ну и конечно вот этот кармашку он вызывал интерес расспрашивали меня клиенты как вообще как вообще такая идея возникла да мне было очень приятно правда и в итоге это изделие приобрела вязальщица моя подписчица причем она стала моей подписчицы после того как пришла на выставку подошла к моему стенду примерила изделие не понравилось и после этого когда мы уже познакомились я рассказала что дала ссылку что вот есть инстаграм после этого только девушка столовой подписчицы представляете девочку зовут оксана она прекрасно изумительно вяжет очень профессионально очень технично ее работы продаются в магазинах московских прямой понимаете для меня это была такая высоченная награда когда человек профессиональный коллега оценил мою работу оценил не действительно понравилось и она ее приобрела да для меня это было очень 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 приятная ситуация и я решила что в этом году на выставку я тоже повторю но цвет будет другой там алиса очень интересный цвет вот вы видите на кадрах это бежевый цвет телесный телесный цвет но уходящий в серый с серым подтоном то есть в целом кофточка холодная холодной расцветки а не теплой а вот эта бобина она исключительно теплая это здесь написано что это болотная зелень в общем-то да наверно соглашусь болотная зелень немножечко горчичка немножечко мне очень нравится мне кажется что будет любопытно смотреться а саму отделку для кармана да то есть вот эти вот шнурки на которых карман держится прицепной я думаю что это будет та же самая пряжа газал это пряжа рок-н-ролл она узнаваема можно даже не называть ее название она узнаваема это синтетическая пряжа но для отделки она очень здорово подходит правда но со временем может капризничать могут появиться катышки причем сразу же и после первой же стирки она тускнеет блеск этот красивый блеск характерный пряжа да когда вы берете моточку руку он к сожалению после первой же стирки тускнеет уходит ну собственно вот это все что я хотела вам рассказать показать в общем-то работа у меня действительно кипит и вам того же желаю я очень люблю очень уважаю людей трудяжек у кого жизнь наполнена замечательными событиями разумеется теплом от общения с близкими разумеется и самореализации девочки до новых встреч успехов а вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok